Впереди вас ждет интервью с чемпионом России. У нас была одна цель, это выиграть во всем, во всех турнирах, где мы играли. Он говорит, я уже позвонил твоим родителям, все, ты завтра едешь в Киров. Россиянам, которые любят женщин постарше, уезжающим за океан в поисках хоккейного счастья, нужно быть осторожен. Мы как единый коллектив с самого начала. Кировская область потеряла перспективного, талантливого лыжника, но при этом не обрела крутого футболиста. Друзья мои, рад вас приветствовать. Меня зовут Антон Шибани, и это продолжение бомбового, спортивного, самого спортивного проекта на Девятка ТВ, который, естественно, не меняя своего флагманского названия, мы по-прежнему, по-прежнему именуемся как Спортсторис. И здесь, в центре внимания, новости мирового, российского, кировского спорта. И, конечно же, истории, невыдуманные наших гостей. Иногда смешные, иногда грустные. Мы дарим вам спектр эмоций, все возможны просто. В первом блоке нашей программы традиционно речь пойдет о тех новостях, которые возмутили, взволновали, заинтриговали, заинтересовали нашу спортивную редакцию на минувшей неделе. Сегодня выпуск будет посвящен хоккею и футболу. Впереди вас ждет интервью с чемпионом России по третьей лиге. Так что будет очень интересно. Скромный молодой человек расскажет свою футбольную историю. И я думаю, что для многих, в первую очередь, подрастающих футболистов, это хороший, будет наглядный пример того, как можно больших успехов достичь. Ну а сначала, конечно же, о том, что заставляет хвататься за сердце. И первая новость из-за океана. Давайте поговорим про НХЛ. Дмитрию Воронкову, чей отъезд из казанского Акбарса в Коламбус Блю Джекетс сопровождался огромной помпой. Мне нравится жизнь в Северной Америке. Вот так вот. Дима приехал, простой парень из Ангарска, приехал в штат Огайо с лишним весом, но тем не менее прошел и через сито АХЛ. И смог, давайте вещи своими именами называть, закрепиться в клубе национальной хоккейной лиги. То есть в Коламбусе, собственно говоря, куда его и пригласили стать твердым игроком основного состава. Начал сбивать, отдавать. Казалось бы, да, жизнь долаживается, все идет поэтапно. Вот следующая ступень в твоей карьере профессиональной. Но появляется информация о том, что Дмитрию не нравится сама жизнь, сам быт в Соединенных Штатах. Он не знает языка, ему там по-человечески сложно адаптироваться. В команде при этом много русских, да, вы знаете. Но, тем не менее, так складывается жизнь, что Дима начал хандрить, Дима начал грустить. И уже пошли разговоры о том, что Акбар сможет взять в аренду до конца сезона своего воспитанника. Хотя и в Ангарске Франкова тоже своим воспитанником считают. Ситуация, я думаю, разрешится уже в ближайшее время. Ну и еще новость, но с пометкой 18+. И здесь аналогия с американским пирогом, культовой молодежной комедией конца 90-х, начала нулевых. Вы поймете, о чем я сейчас. Звезду НХЛ Кори Перри, на секундочку. Обладателя Кубка Стэнли 2007 года в составе Анахайм Дакс. Двукратного олимпийского чемпиона 2010-2014 годов. А также чемпиона мира 2016 года отстранили от игр за Чикаго Блэк Хоукс. Звездный ветеран отстранен от тренировок, от игр с командой. При этом в клубе отказались комментировать причины. Но, по данным источников, близких к организации Чикаго Блэк Хоукс, речь идет о том инциденте, который, ну иначе как, постельным не назовешь. Кори Перри якобы выгнан из команды за то, что занимался сексом с матерью первого номера драфта, будущим Нексваном канадским, как его называют в Национальной хоккейной лиге, Коннором Бидардом. Маму Коннора Бидарда вы сейчас видите на своих экранах. Красивая Милфа, да. Я не случайно провожу аналогию с американским пирогом. Я думаю, что просто в Америке закошмарены уже всеми возможными культурами отмены и нетрадиционными ценностями. Вот Кори Перри нужно играть в России. Здесь за такое бы, ну, если по головке не погладили, бы точно сказали просто, мужик осчастливил женщину, ничего плохого не сделал. Ну, Коннору Бидарду, не знаю, вряд ли он какую-то психологическую травму нанес. Кори Перри, человек, который мог бы как раз Бидарду особенности не только общения с красивыми женщинами, да, преподать, как нужно себя правильно вести с дамами, но еще и многому научить на льду. Такой некий дядька был бы для него наставник в раздевалке. Почему бы через близкого к Бидарду человека маму, например, этого не сделать? Ну, шутки шутками. Вот такие хоккейные нравы, да не только, в Штатах царят россиянам, которые любят женщин постарше, уезжающим за океан в поисках хоккейного счастья, нужно быть осторожен. Вот так вот. Ну и давайте еще про футбол, потому как у нас далее интервью с футболистом, очень крутым. Давайте немножко про футбол. Перекидываем такой мостик во второй блок, спортсторис. Сборная России, которая не сыграет на Евро-2024, тем не менее, отметилась со знаком плюс, давайте назовем это так. Наша сборная, команда Валерия Карпина, вошла в рейтинг-перечень список, называйте как хотите, самых дорогих команд, которые пропустят континентальное первенство. Список возглавила Норвегия. Там сумма общая футболистов, которые фигурируют в ростере, равняется 335, почти с половиной миллионам евро. Второе место занимают Швеция и Ирландия, соответственно. А вот Россия в этом списке, в этом перечне, на довольно почетном четвертом месте. То есть наша страна ходит в топ-4. Суммарная стоимость всех игроков национальной команды, при том, что, как мне кажется, с фанайди и с отстранением нас от всех еврокубков, РПЛ просто превращается, да уже давным-давно превратилась в лигу приколов и просто превращается в откровенное шапито. И все уже заранее знают, что Зенит будет чемпионом, условно, Спаратак, Динамо, второе, третье место. То есть лига без каких-то сюрпризов, да, без роста, без прогресса, без развития. Ну и еще с китайскими офсайдными линиями, варовскими. Так вот, на мой взгляд, это неплохой, скажем так, показатель, то, что российские футболисты не обесценились на мировом, европейском, в данном случае, футбольном рынке. Вот такой вот интересный, интересный финансовый у нас вопрос был освещен, интересная финансовая тема. Ну а дальше двигаемся вперед, спортсторис продолжается, и там у нас интервью с чемпионом третьей лиги. Друзья мои, продолжаем спортсторис. И что, как я обещал, у нас в гостях, помните, культовое выражение легендарного комментатора Юрия Альбертовича Розенова? Вот это форвард. У нас сегодня в гостях настоящий форвард, чемпион России по третьей лиге, в составе Кирово-Чепецкого клуба, дружественного нам КССС. Сергей Венский. Сереж, рады тебя приветствовать. Не поверите, за карьерой Сереги слежу еще со времен, когда он пылил в Динамо, нерасформированном том легендарном старом Динамо, игравшем еще на стадионе «Россия», и как-то не доводилось нам пообщаться тет-а-тет. Сегодня все компенсируем. Серег, первый вопрос. Традиционно всем задаю, гостям нашим, кто связан с теми или иным видом спорта, кто приходит к нам сюда в шоу, рассказывает свою спортивную историю. Как для тебя начался футбол? С чего он для тебя начался? И почему именно, собственно говоря, самая популярная игра на планете? Я вообще родом с провинциального города Уржум. Небольшого такого городка. И каждый год у нас проходит чемпионат области среди юношей определенного возраста. И на тот момент Уржум не вышел в финальную часть, а меня позвали за советский играть. Игорь Николаевич Михалев. И вот мы как-то играем в Малмыже, по-моему, мы играли. И нам нужно выходить уже на разминку, команда ушла, а мне звонок. Я отвечаю, и мне говорят, это Саидов Александр Петрович, главный тренер футбольного клуба «Динамо» Киров. Я хочу тебя видеть завтра на тренировке. Я такой, мне некогда, у меня игра, я вам перезвоню и убегаю. И все, мы отыграли игру. Я приезжаю домой, думаю, надо перезвонить. Звоню, и он говорит, я уже позвонил твоим родителям, все, ты завтра едешь в Киров. Я приезжаю домой, у меня уже собрана сумка. Мама говорит, все, завтра отец тебя отведет на автостанцию, и ты едешь в Киров. Вот, я приезжаю в Киров, и буквально один или два дня я потренировался, и мне Александр Петрович подошел и сказал, что звони родителям, так как я еще несовершеннолетний, чтобы они приехали и будем подписывать контракт. Это невыдуманная история Сергея Венских, Сереж, а вот сам, не знаю, самый первый тренер там в Уржуме, как в маленьком провинциальном Вятском городке это все началось, как ты увлекся футболом. Ну, потому что выбор, наверное, очевидный, но тем не менее. Ну, изначально я вообще ходил в лыжную базу, то есть катался в лыжах, занимался лыжами. Вот, а потом, ну, раньше же было популярно там ходить на стадион и бегать там по эти всякие эти игры, там одно касание, там страны, там, не знаю, и так далее, 300. И вот мы вечерами там, грубо говоря, с друзьями, компанией, там со школы, кто рядом живет, там всех соберешь, идешь на стадион. Вот, и у нас друг мой позвал нас на футбольную секцию. И мы с другом позвонили нашему тренеру по лыжам и сказали то, что мы к вам больше ходить не будем, мы уходим в футбол. Вот, и получается, это было... Расстроили тренера. Да, это было, ну, не знаю, класс четвертый, наверное, третий. Вот, и с того момента мы начали заниматься футболом. Кировская область потеряла перспективного, талантливого лыжника, но при этом приобрела крутого футболиста. Лыжный мир не обессудь. Сереж, Динамо, вспомни, твой период, въезд в Киров. 2011, да, ты мне сказал, в куларах ты зашел в флагманскую команду Кировской области на тот момент. Что испытывал, что чувствовал? Тяжело, когда все-таки тебя отрывают от дома, быть одному, вдали от родителей? Ну, на самом деле, это было, наверное, самое тяжелое время, когда, ну, в моей, там, небольшой профессиональной карьере, потому что я там, грубо говоря, только, там, ну, от юбки мамины оторвали меня. Вот, мне там 16 лет, приезжаю в команду, а там все такие матерые, здоровые, крепкие, сбитые мужики. Вот, и, не знаю, там, мне потратил, наверное, год, ну, чтобы адаптироваться просто к коллективу, познакомиться со всеми, притереться, потому что все равно, когда ты ошибаешься, тут люди играют за деньги, и они начинают, там, пихать, грубо говоря. Вот, а, ну, я невосприимчив, ну, на то время был к этому, и я замыкался в себе. Вот, ну, потом с течением времени познакомились, притерлись, и все наладилось. С кем из того Динамо, да, олдскульного, я буду называть это, олдскульная Динамо, из того олдскульного Динамо ты, скажем так, был наиболее дружен? Ну, мы в команду пришли вместе с Иваном Устиновым, и вот, и из молодых футболистов там еще был Никита Бушманов, и, то есть, мы вот как-то все время вместе держались, вот. А приезжие футболисты там, ну, они каждый год приезжали, уезжали, то есть, с кем-то до сих пор там поддерживаем теплые отношения, но в основном ты год с ними поиграл, и как бы это все забывается. Давай поговорим про футбол после закрытия Динамо. Была пелена неизвестности перед глазами, наверняка не знал, что делать, как с этим справлялся, и, ну, как ситуация разрешила? Ну, на самом деле, когда нам объявили, мы уже, ну, сидели на сумках, у нас должен был выезд, не помню, то ли в Оренбург, то ли в Новотроицк, и, то есть, мы ждали автобус. И потом спортивный директор к нам поднимается и говорит то, что, ну, все, клуб закрыли, и, то есть, ну, ребята, извините. И, получается, мне в этот же день позвонил главный тренер Волги Ульяновск, и сказал то, что приезжай, один-два дня посмотрим, как бы я тебя все равно видел, ты против нас играл, и там уже будем разговаривать. И, получается, мы с Иваном Устиновым поехали туда, ну, не знаю, там, на следующий день, грубо говоря, уже. Но не уже подписывать контракт, а именно на просмотр. Ну, да, один-два, да, сказали, нас посмотрят еще. И как мы приехали, потренировались также один-два дня, и вот меня вызвали в клуб, и, ну, там, не договорились по условиям, я уехал, а Ваня там остался. В итоге я долго искал клуб, и так и не мог найти. То есть, там и агент работал, искал, и я сам где-то кого-то узнавал. Вот, съездил в Инжиниор, потом спал так Кострома, и в итоге потом приехал домой, и мне уже опять звонит главный тренер Волги Ульяновский, говорит то, что нашел клуб. Я говорю, нет, ну, давай приезжай, я тебя жду. Ну, и все, я приехал, вот подписал контракт, и вот сезон тот этот играл Волги Ульяновской. Что было после Ульяновска? Клуб не чужой для кировского болельщика. Иван Устинов, уже упомянутый. Вань, кстати, ждем тебя на эфир. Хэл играл, насколько я помню, тоже Ульяновской, Волги. Легендарный период. Вот что после города на Волге? Потом, я подписал изначально там на два года контракт, но там с течением обстоятельств, ну, я решил уйти оттуда. Вот, и мы просторили контракт, я уехал домой, и агент мне там, ну, буквально тоже там неделя, может, мне позвонил и сказал то, что вот там Сергей Аркадьевич Ильянов ждет тебя в Зенит, Ижевск. Вот, и я уехал туда, и буквально на следующий день я уже подписал контракт. Ты здесь, в Кирове, двигался и двигаешься. Да, прогресс, факел, сейчас к ССС. Немножко про этот период тоже расскажи, потому что уже это более сознательно, таком зрелом, я бы даже сказал, матером футбольном возрасте. Ну, я полсезона отыграл в Зенит Ижевск и ушел в армию. Вот, отслужил в возможности десантных войсках, и уже когда у меня срок службы подходил к концу, мне Дима Халявин позвонил и говорит, ты что думаешь дальше? Я говорю, я пока не знаю, то есть, как и что я буду делать. Он говорит, типа, ну, если что, мы тебя ждем в прогрессе. И вот, и Анатолий Николаевич там тоже сказал то, что все, он тебя ждет. Вот, и получается, я пришел из армии, и что-то, ну, недельку, может, там, к родным съездил, отдохнул и приехал в Киров, и все. И, грубо говоря, начал уже тренироваться с прогрессом. Вот, и, не знаю, там, год, наверное, мы отыграли сезон, выиграли кубок, чемпионат, и, получается, на следующий сезон мне позвонил Сергей Михайлович Орлов и Алексей Михайлович, прошу прощения. Вот, позвонил и сказал, нет ли у тебя желания по третьей лиге поиграть. Вот, и я сказал то, что у меня желание есть, но договоритесь с Анатолием Николаевичем. Вот, и в итоге они пришли к какому-то общему знаменателю и сказали то, что я тренируюсь там с прогрессом, грубо говоря, но и играю еще за факел. Вот, и так вот мы сезон то там, то сям. То там, то сям. Ну, потом, вот, 23-й год наступил, да, с факелом ты, скажем так, повидал немало на футбольных полях третьей лиги российской. Потом наступил 2023 год. Триумфальный для тебя, триумфальный для всего Кирово-Чепецкого футбольного клуба КССС. Вам уже, в принципе, можно было где-нибудь в середине лета вручать и кубок, и золото, и отправлять вас в Сочи. Как команда ментально подошла к тому, чтобы стать вот той боеспособной чемпионской единицей. Результаты понятны. Игроки у вас собраны классно. Тренер, стратег, теоретик, психолог Вячеслава Проценко. Только респект и уважение. Ну, и ничего, кроме восхищения, его футбол не вызывает. Но ведь нужно еще грамотно менеджерскую работу выставить, всех расставить, кому-то дать игровое время, кого-то, учитывая его функциональные игровые способности, интеллект правильно использовать на поле. Но вот ментальность игровая, от этого тоже много зависит. Вот про это расскажи. Ну, на самом деле, правильно говорить о том, что Вячеслав Вячеславович, он очень грамотно распределял игровое время для каждого игрока. То есть у нас, ну, ни у кого почти не было там травм от перегруза. Вот, то есть у нас были собраны футболисты, которые, ну, равноценны. То есть неважно, кто начинает в основе, кто сидит на скамейке запасных, каждый выходит там, и, грубо говоря, команда играет не хуже после этого. Вот, и Вячеслав Вячеславович грамотно распределил это все, потому что график был непростой. Когда мы еще участвовали в кубке, там, приходились игры через два на третий. Поэтому тут нужно было кому-то дать отдохнуть побольше, кому-то, наоборот, больше игрового времени, чтобы проявить себя там и так далее. Вот, а в плане ментальном, я не знаю, у нас была одна цель, это выиграть во всем, во всех турнирах, где мы играли. И просто мы даже не рассчитывали на другое. Но сезон был, ну, непростой, так скажем, потому что там до, не знаю, до, когда четыре тура до конца, наверное, тогда уже там все начало решаться, потому что Череповец потерял очки, там, где-то Текстильщик потерял очки. И тогда уже прям ясно стало то, что, как бы, нам никто не составит конкуренцию в чемпионате. И все-таки не проиграть ни одной игры за весь длиннющий сезон, это большое достижение, да? Как его в команде отмечали или вообще на этом не концентрировали? Ну, на самом деле мы двигались от игре к игре, то есть не было там какой-то задачи прям выиграть. Ну, это экзоцикленности, что в игре, знаешь, как у бойцов ММА, у боксеров, у кикбоксеров, сохранить вот этот нолик, в игре поражения ни в коем случае такого не было. Ну, для меня, допустим, не было. И как бы с ребятами, когда общались, то есть мы особо даже не говорили об этом. Вот, играли просто каждую игру на победу, отошли от игры к игре, и все. Впервые в истории кировского футбола, регионального футбола, КСССР взял кубок золотого кольца. Требл парни проценткой оформили, выступили в Сочи на всероссийском турнире, всероссийском финале, да, среди победителей зональных первенцев третьей лиги. Там всех прошли катком, выиграли Нарт из Черкесии, по-моему, да, в финале 1-0, Леша Пугин забил. Леша, привет тебе большой. Потрясающе, потрясающе. Ты для себя этот сезон самым успешным в карьере считаешь? Ну, скорее всего, да, потому что, когда я играл еще в профессиональном спорте, ну, в профессиональном футболе, то есть у меня не было таких там удачных сезонов, когда мы там выигрываем все, и я там забиваю кучу там мячей, грубо говоря. Вот, и этот сезон, ну, не знаю, я не скажу, что был легким, но мы, тем не менее, все выиграли, и у нас собрался очень боевой и слаженный коллектив, то есть у нас не было каких-то, ну, индивидуальностей, что на поле, что за полем, то есть мы как единый коллектив с самого начала, особенно это, ну, было заметно в Сочи, когда мы играли там через день, то есть день отыграли, день отдохнули, и опять игра уже, то есть поначалу было все легко, там первая игра, вторая игра, после второй уже было, ну, немножко тяжеловато, потому что усталость накапливалась, и как раз-таки Вячеслав Вячеславович тоже там грамотно распределял время, то есть кому-то 45 минут давалось играть, кому-то 60. Вы получили трэбл, стали сильнейшими в России по третьей лиге, но у меня вопрос вот о чем, как тебе сам турнир-сочи по организации, потому что за это отвечала контора, которая очень часто получает удары вербальной плеткой, у нас здесь в программе РПС, который иногда мы вообще клоунской называем, откровенно их провоцируя, тем не менее, тебе понравилось, как все было организовано в городе темных ночей? Ну, на самом деле, я первый раз был на таком турнире, и в целом все было организовано качественно, то есть там от полей, на котором мы поле играли, вот финальный матч и полуфинальный матч, нам сказали то, что это поле было только вот постелено, то есть оно очень хорошего качества было, то есть и там оптимальное количество крошки, оптимальный ворс, то есть мяч хорошо ходил и так далее, вот, то есть каждый день, когда нам нужно было на тренировку, за нами приезжал автобус, также на игры, ну и в плане, не знаю, там каких-то еще организационных моментов, то есть все было на хорошем уровне. Отлично. Чемпион Золотого Кольца, обладатель Кубка Золотого Кольца, чемпион всероссийского турнира финального среди команд третьей лиги в составе КССС, обладатель Требла. Сереж, спасибо огромное, ждем тебя еще и снова поговорим о футболе. Друзья, ну а вы не переключайтесь, потому что что? Конечно же, впереди наш финальный блок, и там традиционный месседж вам, на который нужно будет дать ответ. Друзья мои, перед тем, как зафиналить эту программу, задам вам традиционный вопрос, на который нужно отвечать, естественно, в соцсетях Девятки ТВ, вот они здесь на экране, под постами с нашей программой. Мы в первом блоке, но в основном, говорили о том, что Дмитрий Воронков собирается в Россию, заскучал он, и кажется, уже клубы договариваются между собой о том, чтобы его в аренду до конца сезона Акбарс забрал, вопрос, нужно ли Диме возвращаться домой? Максимально просто, да или нет, ну и почему вдруг у вас есть развернутое мнение по этому поводу, будет интересно почитать и, может быть, даже вступить с вами в дискуссию. Вопрос хоккейный, хочется получить на него ответ. Я на этой ноте с вами прощаюсь, впрочем, ровно всего лишь на неделю. До новых встреч, через 7 дней узнаем свежие, новые, горячие спортивные истории от наших гостей. Спортсторис, Антон Шидания, Девятка ТВ. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова